всем привет мы сегодня про джинсы у нас сегодня две пары одна пара интересная вторая тоже интересно но в другом плане но и мы как раз хотим так сказать на двух примерах показать какой-то все может быть разные какие бывают подходы вообще скажем так японском дэнни но как наверно в каких-то прошлых наших выпусках говорили да то что и пушки изначально стали делать репро модели то есть они стали после второй мировой войны перенимать американские технологии но в действительности даже не после второй мировой после 2 там с джинсами все в порядке были и с американскими в том числе а вот где-то в начале там 80-х конце 70-х они стали делать свои и первые джинсы которые они стали делать это собственно было репро моделика они просто пытались воссоздавать то что было там в старинных левисов условно говоря при этом ну как бы до сих пор очень многие и пушки которых мы занимались то есть такие которые как от антенима такие конторы как ворхаус да такие которые как полка он то ниграешь вот у сих пор вот идеально мы не воссоздали нам это его в пути для мужа это каких-то по моему успокоиться они видимо следами круто молекулярном уровне значит воссоздавать я сейчас ведь на 3d принтере на чёрт что-то можно сделать все лучше это одна история вторая история мы все знаем что в японии очень старые традиции окраса ткани в целом еще там 16 по местности 14 века вот эти все самурайские от аспехи какие-то там тимоно да но там очень много историй но вот и в целом они как бы как или ну по-моему всем позит как делают если вначале импортируют технологию воссоздают все происходило на других странах а потом приносит в это что-то свое и на выходе получается что-то новое так кстати с машинами по моему да и с техникой из посмотреть вот как корпорации sony с машин с машинами они блин все у себя самый лучший оставляет да да я когда вот ходил там по токио по суки там конечно автопарк не такой как тут и не так как где либо еще довольно раз вообще не понимаешь они считают что человек для японцы это лучший друг как собака ну как бы по полке потрепать но не более того а все лучше себе но да не совсем так на самом деле ну ты вот опять меня увел глубокую философскую тему короче была история ну я сейчас буду цитировать много тогда про sony я прошел просто книгу потом как это делали интереснейшая вообще вещь и по сравнению с теми людьми которые делал ли вот эту всю историю после как раз в принципе даже во время второй мировой это совсем молодые были сразу после института иногда во время института союз с ними стив джобс это просто даже какой-то ребенок который там где-то в песочнице ковыряется нам со своими айфон до тысячи на его всем советую почитайте там очень хорошие классные интересные формации вот но у них была история никогда поехали в 60 там японии все более-менее там налаживалась они были довольно крупные они по это открывать в штатах в нью-йорк поехала там два человека собственно один там из основателей кто там из его помощник или может быть три а то честно я не помню тогда же как интернетов не было да и вообще ничего особо не было нужно было и если хотел открывать транснациональную корпорацию то есть офис за океаном то тебе нужно было поднять жопу приехать и начать что-то делать как самому и они в итоге три года прожили в нью-йорке в отеле пока там с юристами разбирались законодательством смотрели ну короче совсем на самом деле сейчас ты можешь открыть там интернет и все почитать узнать и так далее тогда что нужно будет вам делать и приходит момент помощник там уже на второй там или на третий год позвал к себе в номер первый раз за два или за три года позвал к себе в номер босса со словами что есть какая-то неразрешимая проблема и вот ну нужно посмотреть лично значит приходит босс и видит то что у него весь номер с пола до потолка уложена аккуратненько огромные пачки газет и восемь с вашими слушаем американцы же выбрасывают каждый день читают газету утром и потом выбрасывают на что помощник говорит что но мы же не выбрасываем я вообще как эти идет выбрасывать что-то и вот эта ситуация она действительно иллюстрирует и японский подход к вещам тоже проблема была в том что он не знал куда это день нет сейчас расскажу в том числе и к джинсам и к автомобилям и почему хочешь они стараются не выбрасывать вещь они считают и этом там на уровне какой-то национальной культуры и менталитета то что все что им ну условно говоря послано но как бы бога или дача не то и они это не испытывают уважение по всему да да и суще говоря не потом из этих газета отходов там и тогда одни из них там острова строить например искусств эти да они все используют это уже очень много лет десятилетия то что легенда что на на мусоре они же они это это не легенды это факт и в токио есть районы которые построены отхода и то же самое там с автомобилями то есть вот ты говоришь автопарк я когда по токио шел там очень много очень крутых машин японских у нас таких нет и на западе этих нет и кроме этого там очень много родных автомобилей поршенью феррари категория дам очень много старых автомобилей в идеальном состоянии всяких раритетных а европейки справились левым рулем но у них там какой у них право вроде на бороду в общем и такой как у нас но данта в основном все вот такой и так всяких орлеи старинные вот это все и как я вижу мусоровоз мусоровоз явно родом откуда ты 70-х вот как у нас такие но разваешь проезжать как зил синий да у нас он будет весь ржавый как хер поймешь какой а там он был хромированный весь блестел ощущаешь он только что с конвейера сошел и вот как бы это и иллюстрирует их отношение к вещам и я в принципе чего вот у них научился вот этим всем лучше как бы поменьше но если ты что-то там инвестирующие что-то приобретаешь и а что-то дальше время то пусть это живет с тобой очень-очень долго вот эти наши с тобой штопки и вот это все хотел об этом ролик записать попозже нужно жить как бы ты она должна эволюционирует со временем и становиться частью тебя это вопрос о том что лучше одну вещь купить ну качественную пусть дорогую но одну чем купить много но ширпотреба и по да все верно и таких и ну на самом деле если мы присмотримся в целом к какой-то культуре тогда современной не культуре потребления скорее просто к здравому смыслу основная стоит венеция венеция вся там где-то тонет что-то там рушится там проваливается и тогда лишь не сносит дело тут подлатают там подлатают и так далее так если бы нормальным городом и самые приятные города это не построенные тогда вот сейчас там из песка и стали и в космос стремящийся а что-то старый что-то с душой тогда пусть мы столько с с годами приобретаем какую-то красоту ему просто он тоже там и здесь да ручь давай с философии все и на джинс показывает первая история то давай мы клин вставим давай вот здесь посветлее вот сюда подходи первая история на мне это ворхаус это как мы помним осы к файф очень простые джинсы очень массовые джинсы то есть японии это практически замена олег из 501 они нет родни в сравнении просто с самураями флафенами и так далее а им полгода всего то есть иногда я тоже покупаю себе новый джинс вы их тирал вот я их стирал один раз то есть как видишь у меня тут уже есть как бы чем похвастаться да да я у тебя их подшивал как видишь за полгода здесь у нас уже есть нормалек не расходит все нет шок кстати идеально мне очень нравятся те нитки которые ты используешь они не полностью как у новой насколько я понимаю но попрочные чем хлопок чисто и за счет этого вот как раз здесь это мне кажется идеально и практически держится решение у них как ты видишь адский лег твист вот этот самый да я замерил уже она абсолютно штанина да экскурс в историю об этом был уже в роликах лет твист это когда вот эти боковые швы заворачиваются причем они заворачиваются не в разные стороны симметрично а они заворачиваются в одну сторону вот левая брючина вот сюда вот да винтом идет и правая тоже сюда же вот поэтому мы видим вот этот селвеж он почти спереди и как бы каждый может оценить что это порочистые джинсы сзади карманы сзади красненькая такая я не знаю как она называется правильно но здесь вместо кусочка материала здесь просто из ниток строчка целая история потому что левиз запретил им использовать просто вот эту этикетку да я не буду в судебном порядке но мне кстати тогда больше нравится красная этикетка лет через пять у тебя превращается в трубку обычно но есть интенсивно ага короче неприхотливые классные простые есть лайфхак с размером сейчас же для так сказать удобства потребления масс все там где-то джинсы на регуляр фит то есть такие отшили slim fit еще какой хит и так далее вот на самом деле никаких фитов нету есть ваш размер который можно понять измерив себя когда а дальше уже все зависит от вас вот эти джинсы на самом деле взяты на два размера больше чем как бы если бы я вот брал исходя из там с ну каких-то цифр и тогда круто смотрится а ты их ремнем затягиваешь ну как я затянул я всегда нашу ремень как бы там у меня их всякие лавана да на не это не кардаван это коровка это тонер гудс американские ремни ну как бы тоже такие довольно обычно но вот я тебе могу комплимент сделать офигенно они смотрятся прям то что они побольше я на счету такого знаешь по свободе не вот такого расслабленного зимой с башмаками с высокими подворачивать там класс летом скетиками ну так вот соответственно тут мы посмотрели на простые такие как будто вот проще по моему не естественники все детали о которых мы там предыдущих выпуск говорили скрытые клёпки сэлвич там сам швы и такие секи все это есть трутся обалденно быстро классно красиво сколько не стоит тоже говорил да не говорил но они дешевле чем флотхеды чем самурай и так далее в принципе они там не сильно оружие я хочу чёрт вас на польску сколько стоит левиса но точно не сильно дороже левиса в которой вот типы синтажный выберется там самый топовых модели но шикарные штаны то есть обожать там цена качество меня так и показывать что ты еще нам покажешь вот покажем вам вот второй это капец интересный у тебя блоге грёбаный эксклюзив эксклюзив не только для рф это эксклюзив и для японии для америки и ничего хочешь эти джинс купить нельзя и в ближайшее время нельзя будет интересный файлы и сейчас наверное на данный момент пару может 300-400 их в какой-то более-менее около слова массовая здесь наверно не подойдет на короче какой-то в свободную продажу их выпустят на она только в феврале где-то это капитал так называемый indigo ну да давай на русском языке 123 я объясню сейчас почему 123 то есть они абсолютно как айфона я их еще ни разу их не одевал видишь там эти кинусе есть слушай ты ты мне написал про них где-то месяц назад если я их не одевал снялся вначале спасибо спасибо ну пусть тут повод есть начнем смысл капитал это японский бренд очень известный он не делает а те пара не как раз специализируется на таких более фэшн будет но них свое короче какой тут видение они действительно взморачиваться с дизайном они делают не только джинсы и верхнюю одежду там что угодно делать на самом деле вот и они славятся тем что они все красят чем только не красят углевым красят персиками красят индика красят то есть там вот как раз история с историческим японским окрас это раз значит джинс явил в инстаграме своего хорошего японского друга он там хвастался хвастался я написал чувак пришли я там вообще что хочешь сделать ну ты вроде в курсе в теме мне даже приятно быть прислать и пристал то есть их нельзя купить час их нет а чем них крутого счет начать уж крутой все ну как бы на производство вот этой вот этих джинс уходит 4 независимых друг и не знающего друга а завода как ни один завод а 41 завод плетет нити почему плетет пишем и если осмотрим вещь тут как бы вот широкая нить такая идет да да и обычная 10 временем как полос как положено они все натурные то есть тут вся ткань она вот как бы вот так вот прошита до чего это а строчка если в виде в гугле вышивка са щеку то вы увидите традиционную японскую вышивку который вышивают кимоно вот эти вот их специальные халаты для кем до вот этих на деревянных мячах где они ага дерутся и тогда то есть это 16 век истории самураева так как прошивали свои всякие нижние слушает как си семачёв наши узоры использовал себя в коллекции они вот этот материал для своей коллекции к использую как бы узоры декоративно тут одессил по-настоящему узор который на самом деле делаю всю эту шляпу прочнее все же функциональные это уже не такую прямо днем да то есть это как бы воссозданный новый вид джинсовой ткани вот так это можно называть да никак какие-то структурированные что ли я прям не знаю как назвать а это полностью сотковая ткань то есть это не а в вышивка и отткут соответственно первый завод это все скручивает да второй завод это красят и почему они как раз называются индиго 1 2 3 что у капитал есть три типа индика в коллекции индиго 1 это американский индиго индиго 2 это японский индиго индиго 3 это натуральный дик соответственно здесь все нити окрашенная вот эти широкие то один тип обычно это второй типа то что с изнанки и как видим изнанка она здесь тоже прокрашена то есть она не белая да это еще один тихо короче здесь все в одном огонь его даже если ты посмотришь они им пахнут видишь как пахнет индиго да 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 слушай знакомый запах на самом деле мне кажется какие-то стали обувь я открываю новую такой запах какой-то фирмы тэш на обувь так не пахнет что-то вот такое вы заведите красительство пахнет так из них есть один не задокументированный минус они красят все то есть вот первые два месяца буду ходить синими ногами синим бельем синими носками обуви и куртками и все что-нибудь прикасаться но она того стоит почему за тобой будут синие все синие следы на диванах потому что 33 индиго по-разному стираются а внутри нити белая вот что важно нас ты а ты видел картинки как они в итоге себе видят а то есть нет их есть ну там типа кто-то носит месть кто-то два ты можешь сделать их носить это будет вообще голодит а мужа результаты космические почему пусть то каждый краситель по со своей скоростью исчезает и еще раз да посмотрим что они с изнанки синие до наружи синие внутри нить белая ага то есть вот если сейчас стереть она внутри будет белая и таким образом через год два это ну космос как выглядит будет потому что именно за счет условно говоря вот у человека который часа три месяца их носят где-то 23 у него вот эти вот которые вертикальная вертикальная строчка еще раз это не строчка это такая тканя сотка одни практически уже а белого цвета а фон он такой знаешь синие синие и вот раз короче круто будет но мы пони мы поняли про материал что он дико крутой это основная основное достоинство или еще что-то и значит смотри про заводы давай договорю первую завод нить крутят не типу шрифтанин разное второй завод их красят третий завод и вот тут узкий момент на третьем заводе стоит единственная машинка которая вере не машинка остановка это это при этом это лун ну то есть плоский станок ткацкий единственный станок который такой ткань вообще может сделать вот так вот братство ткачей короче дожить и вот он один а потом на четвертом заводе их собирают то есть режут шью пушевая нога но последние тоже да это уже производство джинсы из материала счет тут хорошего то есть эту ткань на самом деле а капитал сделали еще года три назад на первые три года они выпускали модели окрашены углем они такие серого цвета и модели окрашены персиками соответственно такие жевата коричневые это а первая история с индигой как мы видим с тремя следующая тема это fit но здесь не видно но у них очень прямые по моему нет они прямые но они сужаются к низу чуть-чуть совсем а у них достаточно крупный афер не блок то есть не очень комфортно то есть они высокие да получается так достаточно но поиск будет у меня все джинсы короче у тебя будет смотня мотня большая секс свисаю и думаю что именем или вот что-то нормально у меня клево конечно но ты только на него может из репера быть похож джинсы так остальные черные лучше меня воображение дальше больше помимо того что у нас стареет сама ткань у нас стареет и сами пуговицы то есть мы видим что они уже покрыты ржавчины чуть-чуть вот в этом такая вот есть у них фишка специально сделала даже самура и все проржавели просто в мясо поэтому они как ни странно почему-то не отваливается я не знаю как это делаю это важно то есть скорее всего но у меня есть такой подозревший каким-то образом верхний слой отличается от того что там внутри нас остарили как-то обработали но вы начали там про кислоте оставили да и на роде как было так как вы но остальное все чё все детали мы с вами те кто внимательно насмотрят те кто не смотрит пусть смотрят предыдущие выпуски то есть скрытые клепки все вот это наша ну зайдет как это штука называется еще как не на всех джинс это ретро такая штуковина получает она стягивает но я не знаю как она на русском называется то есть некий такой как на русском и эксцедус своему тоже не осознает называется без разницы но удобная штука то есть им чуть-чуть можно подтянуть в принципе вообще без ремня тогда до сеть но я все равно пошусь с ремнем макинетская такой аксессуар чик вот собственно такая вот история через несколько месяцев тире лет мы с тобой еще раз и посмотрим что с ними стоит короче это ролик в понимании давида коротенький давай григорий запишем но быстренько быстренько на философский 21 минута но самые стойкие я тебя уверяю досмотрят до конца и потом в комментариях спасибо скажем роликом что хотели сказать что джинсы простые они крутые в своей простоте если заморачиваться то можно и заморочиться в данном случае больше заморочиться чем вот это вот в данный момент на планете земля очень сложно поэтому знаешь что в этом ролике человек может понять что если он видеть увидит эти джинсы ну вдруг случится так это один шанс на миллион он поймет что вот эти джинсы это не просто джинсы и барахло а то что это на вес золота потому что для человека который в джинсах не разбирается это просто обычные брюки ну джинсы да а на самом деле это мега крутая вещь давид спасибо тебе большое то что ты нам рассказал одним из первых про эти джинсы вот а всем рекомендую ну вы уже досмотрели этот ролик до конца теперь пишите комментарии вопросы к завиду вот он редкий гость но в следующий раз будем отвечать на вопросы все пока